В мае прошлого года я приехал в Россию, сразу на следующий день меня задержали сотрудники ФСБ. Они предложили, чтобы я на камеру выступил с дискредитационными заявлениями против Украины. То есть я должен был сознаться, что якобы Украина меня направила в Россию для террористических диверсионных действий. Я как сознательный гражданин добровольно иду на сотрудничество с ФСБ. После того, как я отказался, они начали мне не угрожать и использовали разные виды пыток. Они вывезли меня в лес, подвесили на ласточку к дереву, это когда наручники в положении сзади закреплены, подвешивая человека на ласточку. И одели мешок на голову, начали избивать в течение нескольких часов. Били, как правило, по гениталиям, по мягким частям тела, по почкам, по печени, мешком с песком по голове. Вставляли пистолет в руку, стреляли возле головы. Угрожали, что порежут меня на кусочки, если я или не сотрудничаю. В связи с такими обстоятельствами я дальше отказывался. Они сказали, что на следующий день со мной продолжат и со мной произойдет то же самое, и я все равно скажу то, что им надо. На следующий день я понимаю, что таких пыток нельзя выдержать. Вскрыл себе вены, распорол живот для того, чтобы от потери крови меня физически нельзя было пытать. Это была не попытка суицида, это я специально доводил организм до состояния, при котором меня невозможно будет пытать. И только после того, как я вскрыл себе вены, сказал, что не дам себя зашить, пока мне не дадут перезвонить, мне дали телефон перезвонить. И я таким образом сообщил о себе уже через две недели пыток и пребывания на территории России, сообщил о себе родственникам на Украину. Какие-то еще способы для того, чтобы завербовать тебя в агенты ФСБ или какие-то другие агенты, что они еще применяли? Они угрожали меня обколоть неизвестным веществом, налаживали жгут уже на руку, набирали это вещество в шприц, но так и не укололи. Самыми разными способами угрожали меня убить, угрожали меня отдать Кадырову. Я цитирую, они говорили, мы тебя отдадим Кадырову и ты будешь у него бандеровским псом. Не кормили, не давали спать. В следующий год, через три месяца после этого содержания, на меня возбудили уголовное дело. Три месяца до уголовного дела меня незаконно держали в камере, в спецприемнике для иностранцев. После того, как на меня возбудили уголовное дело по фальсифицированному делу, они применяли еще такие способы давления, как одиночные камеры. То есть, когда я просидел в одиночной камере около трех месяцев, когда человек сидит в одиночной камере, очень легко сойти с ума, поскольку они делают все условия для того, чтобы человека полностью изолировать. Ко мне не пускали ни книг, ни какой литературы, ни газеты около месяца. Меня садили в карцера на 10-15 суток. Карцер – это тюремные помещения, непроветриваемые, слабо освещенные, где нельзя спать только на 8 часов в сутки, открывается кровать, а остальное время ты должен стоять на ногах, поскольку если приляжешь на пол, то отморозишь внутренности. И это все потому, что они требовали, чтобы ты признался в том, что это терапия? Да. Единственное требование, чтобы я признался в том, что меня направила Украина в Россию с целью диверсионных действий. А ты был со своим личным визитом? Я должен был это сказать на камеру. Я ехал со своим личным визитом. Частная цель поездки – ехал подбирать товары, которые с наценкой можно продать в Украине. Также ко мне подсаживали психически больного человека на 3 месяца. То есть 3 месяца я просидел в камере с больным человеком, который полностью был неменяемый, опасен как для себя, так и для окружающей среды. Он все время просил, чтобы я его убил. Мог сутками плакать или смеяться, мог вообще не разговаривать. Подсаживали разных провокаторов, которые хотели меня спровоцировать на новые преступления, которые старались подавить меня психологически. Фактически весь этот год в русском СИЗО прошел как ад. Спасибо.